Приветствую всех подписчиков моего канала, ну и всех кто смотрит это видео, давненько я ничего не писал, были кое-какие заморочки, но тут решил вот что вам показать. Смотрите, вот приобрел такой частотник, ну их много продается на Алиэкспресс, в принципе они бывают на разную мощность, я не сколько про частотник, сколько про подключение. Частотник на выходе, у него три фазы по 220 вольт и он от 0 до 400 герц меняет частоту. Трехфазные движки крутятся на ура, вот с ним, без проблем вообще, но я решил попробовать подключить к нему двухфазный движок, у которого одна рабочая обмотка и одна через конденсатор. Это чисто однофазный движок, это вот данная стереальная машина, просто мне на нём удобнее показывать. А так у меня много станков, у которых движки, ну подобного типа, однофазные, с конденсатором. Стоят тоже осинхронники. А в описании к этому частотнику написано, что нельзя такие подключать, что для того, чтобы подключать чисто вот такие однофазники, нужно покупать однофазный частотник. Я не понял почему и решил вот попробовать подключить обычный. По идее, если пишут, что у него там защита и по перегреву, и по короткому замыканию, то значит ничего случиться не должно. Подключаю я его сейчас вот обычной розеткой, просто вот в сеть, чтобы показать, как вот он с конденсатором работает. Вот включаю. Вот так работает. Он не мощный этот двигатель, у него тут, что значит написано, косинус фи-60, 2700 оборотов. И он у нас... А, 120 ватт всего. Это немного, но вполне достаточно. Он стоял на центрифуге у стиралки. Так, выключил его, это становится. Просто от сети он крутится абсолютно хорошо. Отключаю я все это дело отсюда. И вот, что хочу показать. Смотрите, у трехфазников все три обмотки одинаковые. А у этого получается одна обмотка рабочая, а одна обмотка, которая на конденсатор идет. И они разные. Вот если померить сопротивление обмоток, вот смотрим. Вот это у нее центральная точка, ну вот две обмотки соединены. Вот это обмотка, которая через конденсатор подключается. А вот это обмотка рабочая. Вот у нее 22 Ома, вот это 16 Ом. И общее получается, поскольку они соединены, общее получается 39 Ом. Вот две посредственно соединены. Получается, что каждая фаза работает, будет работать непосредственно одна на 39 Омную, одна на 22 Омную, одна на 16 Омную. Вот, получается разная обмотка. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Значит, вот это три фазы из него выходят. И вот вилочка, которая включает. Подключаю я его так же, просто вот эти три вывода все, и сажу каждую на свою фазу. Вот, посадим. Ставлю так, чтобы было видно. Включаю частотник. Вот, частотник включился. Частоту можно будет выставить от 0, вот эту вот частоту, и до 200. Я поставил. Ну, программа программируется, там можно максимум до 400. Но я решил не рисковать, вот до 200 поставил. Потом, просто чтобы понять, как вообще сможет он работать с таким частотником. Вот такие движки, у которых всего две обмотки. И ту одна рабочая, а одна пусковая. Так, что мы теперь делаем? Включаю. Вот, частотник включился. И плавненько начинаю частоту поднимать. Ну вот, при 7 Гц он уже завращался. Конечно, остановить его можно. Ну, он и сам, все, 120 Вт моторчик. Поэтому, если будет помощнее, я думаю, что остановить будет сложнее. Ну, и добавляем дальше. Ну, вот, с такой скоростью он вращается. Очень плавненько все это добавляется. На 20 Гц. Хотя тут изоленту прикрутил, что если не видно, что по звуку можно будет понять. Вот, тут его уже не остановить, он уже нормально работает. Ну, и плавненько поднимаем его до 200 Гц. Вот он так разгоняется. Вот это вот 100 Гц. Это, считаю, уже в два раза он выше обороты. Значит, уже это 5400 где-то у него. На 100 Гц. Крутит на ура, ничего не греется. Поднимаем дальше чистоту. Вот, 150 Гц. Ну, и до 200, давайте. Вот 200. 200 Гц, это значит, так по расчетам получится, что обороты где-то в 4 раза должны быть выше. Ну, и по звуку чувствуется, что примерно так. Значит, это в районе 10 тысяч оборотов. Вот, дает такой движок, при этом абсолютно не греется и нормально работает. Так что такие движки, которые с конденсатором, вот однофазные, вполне можно подключать к истотнику и не заморачиваться. И чем хорош частотник еще этот, у него есть реверс, можно переключиться, и даже на полных оборотах. Вот, включая реверс, он начинает плавно сбрасывать обороты, вот частота падает, вот останавливается, и пошел в другую сторону. И разгонится опять до 200. О, 200 Гц. Так что у него можно как-то плавно обороты регулировать. Точно так же себя ведет, как обычный трехфазник. Вообще проблем никаких нет. Остановка тоже плавная, плавно сбрасывается частота. Вот, и останавливается. И у него можно его включить сразу, вот, выставить частоту. Вот, допустим, ну, поставим тут вот 150 Гц. И запускаем, он плавненько разгонится до этой частоты. 150 Гц. И реверс. Реверс так же плавненько, вот он сбрасывает частоту. И пошел в другую сторону. Вот так. Как же смотрите, в принципе, и не надо покупать другую модель, которую, вот говорят, что нужно другую модель покупать, потому что нельзя запускать. Все нормально работает. Это что-то они перестраховались. Кто продает и делает эти частотники. Просто я думаю, конечно, если, если оставить подключение с конденсатором и подключить вот отсюда только одну фазу, ну, так же как. То, я думаю, проблемы могут возникнуть, потому что все-таки конденсатор на таких частотах, он где-то может в резонанс войти, и всего одна фаза работает. Возможно, какой-то, может быть, перекос фаз, и там что-то полететь. Но, когда подключаешь вот так вот, вот, без конденсатора, сразу, вот, три фазы, все прекрасно работает, и проблем никаких не возникает. Так что, вот, с движками, с такими, все понятно, а это я потом попробую. Просто хочу еще попробовать подключить к нему на каждую фазу трансформаторы и посмотреть, что там можно получить с него, потому что частоты, и там резонанс на низких частотах. Вот это меня интересует, вот, возможно ли с ним что-то такое сделать. Ну, вот, пока все, что хотел показать и рассказать, я вам показал. Подписывайтесь, кто не подписан, смотрите все ссылочки, либо под видео там есть, либо в конце видео там, ну, и либо пишите, вот, все, все мои координаты тоже есть и под видео, и в конце видео. Ну, всем пока, удачи во всем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok